Вот душа начинает кричать, она похожа на это самое, если бы это было бы так конечно. Вы когда-нибудь видели пляску святого вида? То есть болезнь такая, пляска святого вида. Но оно внешне выражается так, что все члены тела, то есть ноги, губы, то есть все, что создано для жеста или движения у человека, приходит само по себе в движение. Движение причем подчиняется определенному ритму, ну скажем, рука делает такую жесть, потом вторая рука делает такую жесть, нога делает такую жесть. Это какой-то механический, самодвижущий механизм живого человеческого тела, превращательный таковой. И однажды, сейчас я поясню, почему я этот образ хочу провести, наложить, чтобы передать вам страдания живого человеческого состояния, в данном случае мысли. Я даже видел это на аэродроме, я прилетел из Москвы в Тбилиси, был осенний, очень солнечный день, не такой, как сейчас, такая поразительная настоящая, тбилисская осень стояла, жаркая. И у павильона там, где дают вещи, ждал, пока приведут вещи. И вдруг, видимо, на газоне, там, по павильону, стоит человек, старик. И вдруг он пошел в какую-то штуку. Потом положил ее так, эту руку положил так, наклонился. И еще какое-то движение. Потом все началось сначала. Потом снова эта рука касается колено, потом она касается носа. А представьте себе, что внутри этого механизма живая человеческая душа. А делает она, она неумолимо делает все эти движения, но она совсем этого, это не она, она этого не хочет. Это не волепроизвольные движения. Она, как бы, внутри этого механизма, подскрежет им ее, да как оказалось, в этом у нее же есть душа. Как же она должна лопить внутри цикла этих вынужденных движений? Ну, растяните немножко этот цикл. Этот цикл занимает, скажем, пять минут, потом припадок проходит, а наступает этот припадок без предупреждения. Любое время может наступить. Ну, прирастяните это. Представьте себе, что, может быть, вся наша жизнь такая, как пляска святого вида. Видите, что мы, наша живая душа кричит внутри последовательность совершенно абсурдной, нелепой, вынужденной, непроизвольной последовательности каких-то ритуальных движений. Одержание имеет совершенно ритуальный рисунок пляска святого вида. Одно строго следует за другое, и рисунок задранный. И он не может быть нарушен. Человек, можно сказать, впадает в пляску святого вида, из которой он выйти не может. Но на время, пока он впадает, что, разве, душа перестала существовать, она где-то там таилась, загранная где-то она, живое восприятие, живая душа где-то она существует. Где? Так вот, если мы возьмем эту метапуру, растянем ее, и предположим, что такое состояние может длиться не пять минут, и не так выражаться в болезни, а быть всю жизнь тем, что мы якобы говорим в последовательности слов, переживаем в последовательности переживаний, делаем в последствии в последовательности дел. Все это может быть пляска святого вида. Значит, мы узнаем, что я могу испытывать живое состояние, а в это время место уже занято. Я повернулся, а на стуле уже сидит я. Но я знаю, что это не я, но место занято. А куда мне деться с моей мыслью? То есть в области мысли мы тоже испытываем то, что случается и в других областях, а именно, что налаженный механизм какой-то мира заранее вытесняет или своей глыбы давит любое живое состояние. Живое, то есть то, которое для меня несомненно живое состояние. Я несомненно для меня с очевидностью в нем, а ему нет места. И очень часто то, что называют проблемой самовыражения или выражения человека, является как раз проблемой выразить человеку это. Когда человек называет что-то невыразимым или когда он страдает от непонимания других, чаще всего именно вот это то, что изнутри ощущается как несомненно живое. А в мире действий и выражений, потому что выражений тоже действия, этому места нет, уже занятого. Рука моя. Я хотел бы ею двинуть в соответствии с живым состоянием или восприятием, а она уже движется в пляс святого вида. Она уже идет к колену, потом к носу и так далее. Она л VIDob array. Вдох? Робовь нить с wisdom, ПОНИern. Начинать голов. Ни зерк. Проко.